Я предлагаю сейчас тогда уже собирать так, чтобы потом упаковывать уже сразу. То есть подписываем, закрываем. Решение не быть в стороне пришло в прошлую субботу, когда поехали и напечатали плакат с призывом. Чаши терпения переполнили личные эмоции при поездке за родственниками. Не так давно, на прошлой неделе были на границе под Таганрогом, забирали родственников из Донецкой области. И просто увидели, что там происходит. Люди бегут с Украины, боятся слезы, страх, седые волосы, бледные лица. После приезда решили организовать сбор помощи гуманитарной именно людям, жителям Донецкой, Луганской областей, где происходят ожесточенные бои, где люди стоят, просто погибают за свои дома, за свои семьи. За все то, что они нажили. Людям просто некуда идти, и у них нет выхода никакого. Основной мотив – это то, что хочется просто помочь, потому что возможность, в принципе, есть помочь, и есть силы, и все для этого. Лекарства и продукты уже укладывают в коробки. Кстати, если есть крепкие, хорошие, большие – приносите, чтобы упаковывать было удобнее. В списке пожеланий только самое необходимое лекарство нужны разные, в том числе антибиотики, инсулин, шприцы и бинты, рады продуктам, консервам и крупам с макаронами. На собранные наличные прикупят еще сгущенки на сладенькое. Мужчинам также нужны носки и трусы. Не хотим ограничиться одной поездкой. То есть, если люди будут пить и помогать, мы будем возить до тех пор, пока все не закончится. Около 25 тысяч собрано наличными. Пока по призывам в социальных сетях откликнулись человек 15. Да друзья и семьи тоже участвуют. То, что за неделю собрано, находится в этих коробках. Поедут к югу примерно через неделю, когда соберут всего побольше. По крайней мере, на грузовик. Машина уже есть. Водитель, родом оттуда, сам вызвался поехать. Вы знаете, жители Вантеевки, я бы хотел не призывать, не просить, потому что просить это неправильно, а просто сказать всем тем, кто неравнодушен, о том, что у нас есть пункт сбора, о том, что мы уже собираем, и о том, что если есть желающие, кто неравнодушен к этой ситуации, мы всех ждем. Ждем в гости. И есть у меня еще один призыв к властям Украины, если можно. Я бы хотел сказать, что власти Украины и все те люди, которые не связывают свою жизнь с Украиной в дальнейшем, просто попросили о том, чтобы прекратили огонь, хватит убивать людей. Хотели просто, чтобы больше людей участвовали в нашем мероприятии, помогали, откликались. За каждую копейку, за каждый рубль мы отчитаемся и видеоотчетом, и в социальных сетях. Желающие могут с нами отправиться до границы, и сами увидят то, что это правда. Ничего в карман мы к себе не положим, потому что были случаи, потому что люди думали, что это все в наши карманы пойдет. Нам чужого не нужно, мы хотим помочь людям, и мы будем помогать людям, потому что война может прийти в наш дом. Находите на социальных сетях, у нас есть пункт сбора гуманитарной помощи в городе Ивантеевке. Ждем. Доставят гуманитарный груз, собранный ивантеевцами, до границы с Украиной. Там наших встретят местные. Организаторы сбора помощи Юго-Востока Украины надеются, что мы сможем внести свою лепту помощи людям, которым сейчас очень непросто. Мы ни от кого ничего не скрываем, не просим денег, мы просим просто помочь нам и помочь людям в этом нелегком деле. Если у вас есть возможность, вы можете приходить к нам, прийти к нам, посмотреть на все происходящее. Вы можете сесть в свой автомобиль и поехать с нами на границу. И посмотреть, что будет происходить и как это будет происходить. То есть мы никого ни к чему не присылаем, не заставляем. Мы просто предлагаем вам вариант. Если вы сомневаетесь, вы можете от начала и до конца проследовать за нами по нашему маршруту. Помощь можно приносить по адресу студенческий проезд, дом 1, территория автогарантсервиса, автомойка. Наталья Соболева, Сергей Денисов, Светлана Климова, ИТВ.